Я его отсканировала, он просто формат А4, разрезанный напополам, и на каждой половинке львом было набрано на своей печатной машинке. Как он потом мне говорил, я не хочу учиться на компьютере набирать, потому что я только признаю печатную машинку. А ты у меня есть, вот ты и набирай стихи его новые. И я сделала сборник, так как я беру слово, я посмотрела эти стихи. Здесь всего 9 стихотворений. И вот Аркадий спел песню афганцам. Вот это стихотворение сюда вошло. Олег выступал с этим сборником на Арбате. Он занимался в студии Олега Потонского. Был такой артист, режиссер. Когда он официально ушел со сцены и с режиссерой, он в основном работал режиссером в Сибири, в сибирских театрах, то он, вернувшись в Стеленоводину в Москву, не мог сидеть без дела и организовал среди молодых, талантливых людей такую поэтическую, артистическую театр, поэтограф. Вы можете в интернете, кстати, найти. Там интересное стихотворение самого Олега Потонского. Описывает ту атмосферу Арбатскую, когда они выступали. И там вот Лев участвовал тоже. И вот я сделала такую сканированную по копии этой брошюрки. Единственное, что она чуть уменьшена, потому что в формат книги не входил. Вот как вкладыш. А вот книга на обложке, вот фотография того времени. То есть здесь было 19-20 лет. Сохранилась всего три снимка. Вот разные выступления. Но это как бы самый удачный ракурс, где он выступает на фоне Пушкинского дома. Вот и профиль Пушкина здесь так бы сложилось. И эти все стихи собраны гражданской исторической тематике. То есть вот то, что начинал Лев. Лириком он стал позже. А вот все стихи ранее у него были на гражданско-патриотическую, такую гражданско-историческую, скорее всего, тематику. И единственное стихотворение, которое не вошло ни в один сборник, я вынесла на обложку в заднюю сторону. Это президентский дворец, написан на 89-м году. Но Лев его единственный раз опубликовал в газете «За советское стандостроение». Это печатный орган института, где работал его отец. Лев Ральд Львович был. Вот. И интересное стихотворение. Здесь предисловие, здесь тоже сканированный текст. То есть полностью скан с газеты. То, что стихотворение он опубликовал в 91-м году, когда произошел путь. То есть вот он предвинил эту ситуацию. Здесь упоминается президент Альгенде. Вы знаете его историю, да, чилийский президент. И вот он как бы предупреждал тогда президента первого, ну не президента, а который возглавлял страну Горбачев. Он как бы его предупреждал о ситуации, которую сейчас тоже поставлю. Но все сбылось. Все сбылось. И, к сожалению, вот то, что произошло на Украине в 2014 году, практически то же самое повторилось и Сенуковича. То есть вот стихотворение, вот, несмотря на то, что ему здесь было 20 лет, вот он как-то предвидел ситуацию. Он хорошо знал историю. И, к сожалению, вот многие из нас не учат его эти истории хорошо, не делают выводы. А Лев, он был в этом плане предвежный ученик и мог очень четко, как математик, сопоставлять все исторические события и преломлять их вот в сегодняшний день. В сборнике собраны, кроме вот этого, полностью приведен тоже нормальным текстом, можно так сказать, непечатной машинкой, стихи на гражданскую историческую тематику из восьми сборников, начиная с грани и заканчивая полетом. Построено так, что вот в содержании, я выбрала шрифт, вот, заглавленный, как вам сказать, печатной машинки сохранила, чтобы так соблюдать. Но содержание, вот, например, Рубикон, книга у него как бы зрелая, тридцатилетию выпущена. Здесь на обороте, как бы, раздела, идет, приводится содержание всех стихов, но если можно обратить, ну, заметить, что некоторые названия выделены жирным шрифтом, некоторые обычным, да, просто идет, бледный шрифт, можно сказать. Вот жирным — это новые стихи, которые он написал в этот сборник. А уже бледные — это из предыдущих. И можно даже установить ту последовательность, даже систему, когда историческая гражданская тема была интересна Льву. То есть, вот, 20 лет ему было, 18-20 лет, потом пик возрос, это 30 лет, 40, и вот 45, в связи с событиями на Украине, это дало очень большой у него взрыв, вот, просто эмоциональный, и вылилось очень много стихов именно на, скорее всего, исторические тематика, преломленная вот в ту ситуацию, в какую я попала, вот сейчас мы живем. То есть он как-то так, вот если вы прочитаете эти стихи 14-го года, вот, которые вошли в полет, просто почувствуете, какой накал, какая вот у него эмоции, какая борьба жива в него внутри, и боль, просто боль, которая его, в принципе, и он рано ушел из этого. Потому что он очень много друзей потерял на Украине, и морально, можно так сказать, и физически вот в конце лета мы получили известие, что один из его знакомых из Луганской горы сорвала бомбой. Снарядом подходил к дому после работы в шахте, и вот его не стало. А он у нас сидел вот дома, они обсуждали, что он написал много песен, на целый диск, на стихи льва, на свою музыку, и он обсуждал каждое название песни, потому что у льва стихи не названы, ну, не называл, по строчкам. А ему Андрей Ширяев говорил, что мне для сборника им представлять. Удобно как-то, чтобы название имело. И вот они целую ночь сидели с львом, обсуждали вот это все, и человека не стало. Знаете, это трагедия просто была. Ну, я хочу рассказать, я чего-то так, конечно, подарить в библиотеке, которое... И, во-первых, первое мое колено, да? Да, да, вот это. Вот я ее хочу поздравить со всеми с теми библиотеки. Спасибо. Я ведущий библиотекарь отдела редкой книги Чехова, имени Чехова, в Ялте центральной. Там мы с львом, в принципе, и познакомились. Там была презентация в Ялте, вот книги «Транзитный пассажир», который Татьяна... Да, еще можно вот... А теперь я хочу рассказать еще двух таких памятных вещах, которые произошли в этом вагоне. Ну, один печальный, к сожалению, в этом году день в день ушел друг льва, учитель гитары. Вообще-то, вот он был по жизни ему, после даже ухода отца льва, он заменил ему отца Пётра Анциферов. Он был очень творческий человек, энергичный, жизнелюб. Но, к сожалению, он не пережил уход любимого ученика. И вот мы буквально сделали в Ялте годы, на годовщину вечной памяти льва. И мы получили на следующий день известие, что львитя ушел в этот день, львитя с львом. Но осталось и наследие и от Петя. Ну, это вот диск, который Леву, Петя уговорил льва сделать записи. Здесь такие 29 треков, стихи читает Лев и поет свои песни. То есть, музыка, слова льва Болгова. Запись 2003 года. У него, у Петя, познакомил льва со своим другом, тоже Сергеем Усовичем, меценатом. Дай Боже, таких людей каждому творческому и талантливому человеку. И вот, кстати, Сергей Усович и помог издать вот «Поднему льва полет». И вот этот сборник, он буквально недавно тоже запись почистили, усовершенствовали и в память о своих новых друзьях ушедших. Он вот сделал 100 комплектов. Здесь по два диска получилось. Ну, можно подпаскаться. Он мне когда-то поручил оформление. То есть, эти киски оформлены были мной. Вот, извините. По фотографиям, да. Они достанешь, да? Ну, вот, вот здесь памяти он. Фотография общая. Вот. и, ну, вот такая, такой диск. И, что упал. Да, упал. Бразивый диск получился. Да, очень красивый. С фотографиями из архива Сонича. Концерт перед 30-летием Нева. Как раз вот там на дисках было. И последний диск, это запись, которую сделал Петр Анциферов. Закончил буквально за 4 дня от своего кода. Это диск стихи и песни Хваголдова до исполнения Веденины Муртазалиевой, кстати, мои коллеги, наши коллеги библиотекаря, тоже Чеховской библиотеки. Пока-пока по строчкам одной из песен Нева. К сожалению, вот тоже это памятный диск как раз посвящен двум людям, учителю, ученику, вот и фотографии совместные, но это не многие, конечно, здесь, начиная с их знакомства и заканчивая прогулками по Ялте. Петя, 4 раза приезжал в Ялту, когда лет переехал в Ялту жить. А это подснимок Нины с Петей, вот когда мы возвращались с вечера памяти Льва в библиотеке Грина в Феодосии, где Львушку тоже очень любили, и вот мы по дороге в Коктубель на Волошинский фестиваль остановились и вот такой снимок получился. А фотография это, знаете, с Ялтинской набережной. Так получилось, что облако как действительно два крыла от птицы. Я, Лоринина, я беру твою фотографию на обложке эту. Это просто слов нет, как оно все совпало. Теперь я хочу пригласить Нину Муртазалиеву, которая исполнит песни Льва, стихи и музыка Льва, а также и одну песню на стихе Льва и музыку Петра Циферова. Здесь пять песен Чистая Льва и пять песен на музыку Петра Циферова. Игорь Негода Игорь Негода